Донат от Серова Максима, канал Pennywise Гапон против World of MP Или срач среди нижних Учу недалекого псевдо-мухтара Пользоваться гуглом Здравствуйте, дамы и господа Давненько не было никаких срачей И вот, забурлило нижнее гитарное болото Эпичная битва Гапона и некоего World of MP Гапона вы все знаете? А что за World of MP? Блогер, музыкант, любитель пластинок, металл-музыки И с недавнего времени Мухтар Внешне похожий на Кирилла Елисеева Такой же харизматичный красавчик А еще кое-что интересное о нем Я расскажу вам немного позже, не переключайтесь Итак, этот срач превратился во что-то воистину невообразимое Реакты на реакты на реакты на реакты Предъявы World of MP к Фреду переросли в предъявы к Гапону Который высказывал мнение в пользу Фреда Ну и в итоге состоялись дебаты Гапона и World of MP Заебал, буду его короче просто MP называть Без обид, просто неудобно Не, реально заебал, нахуя таки такое, блядь, такое тупое название канала Просто пиздец Еще главное спросил его, как к тебе обращаться Нихуя не сказал Просто кринж какой-то Да и вообще заведи себе какое-то нормальное смешное погоняло У Гапона вон есть жаба Кстати, это я ему подарил Но для тебя у меня такого подарка пока нет У меня самого есть пенис Блин Ну да, только хотел сказать, что есть пенис еще погоняло нормально Что давай, что-то сделай с этим Хотя, секундочку Кажется, у меня появилось кое-что Раз ты любишь пластинки То давай будешь патефон На первое время сойдет Гапон и патефон Да не, ну какой патефон, пенивайс Блядь, ты же посмотрел мои реакции Ты же делаешь Хули ты, блядь, такой глупенький Но у него же кликуха уже есть Однопальцевый Охуенно звучит Он же однопальцевый Ну серьезно, какой патефон Однопальцевый хороший кликуха Так что давай, пенивайс Все хуйня, все по новой Патефон, эпик плей С этим разобрались Теперь к делу Как вы понимаете, пересказать все это многочасовое действие нереально Но в целом патефон, увы, выглядел достаточно жалко При этом свои обосрамцы выдавая за некую базу За разъеб Невооруженным глазом видно, что человек он небольшого ума Я ему раз сказала, он не понимает Я ему два сказала, он не понимает Я не понимаю Но сегодня мы это немножко исправим и подучим его К тому же он фактически сам меня попросил После небольшого предисловия давайте к делу Вникать очень детально нет времени Погнали В своем телег... Не, ну беспалый, однопальцевый Это прям вот однопальцевый басист Как бы сокращенно однопальцевый По-моему охуенно И ему самому понравилось главное, что Так что однопальцевый, это прям какой беспалый? Палый у него есть Вот Но играет он одним пальцем Играет однопальцевой, так сказать, техникой Поэтому однопальцевый нормально В грамм-чате я оставил небольшой текстовый отзыв о дебатах На который Патефон записал 20-минутную реакцию И среди многих тем, разбираемых Гапоном и Патефоном Была тема, кого считать профмузыкантом А кого не считать Посмотрим фрагмент от Патефона Опять же, спор про профессионализм Это такая вещь очень, как бы, как можно сказать Ну, тоже абстрактная, но такая, что типа Ну, нет какой-то формулы, что ты его профессионал То есть, ну, то есть, нет, ну, как правильно объяснить Нет какого-то ГОСТа и там анкеты, что ты ее заполнишь И ты профессионал, у тебя проверят То есть, профессионализм это какая-то вещь, которая связана И с зарабатыванием, ну, как отчасти Ну, я вообще не согласен То есть, если нет формулы, тогда ты То есть, если формулы нету Значит, ты не имеешь права предъявлять мне Что я в чем-то не профессионален То есть, тогда такой оценки не может быть Профессиональный он гитарист Или непрофессиональный Или музыкант То есть, если формулы нет, по твоей же логике Ребята, я исхожу из Всегда из логики оппонента То есть, вот, по его же логике Тогда какие предъявы? Тогда все профессионалы, либо все непрофессионалы То есть, тогда это не имеет смысла, если нет формулы Поэтому, я говорю, нужна формула У меня формула есть Если человек зарабатывает каким-то действием Он профессионал, все, тупо Уж вопрос, сколько он зарабатывает Это настолько он хороший профессионал Есть другое качество человека Это мастер своего дела То есть, вот, мастер своего дела Это именно, что ты хорошо делаешь свое дело То есть, например, какой-нибудь чел, который, ну не знаю, есть продавец, который в пятерочке просто продает и получает зарплату 35 тысяч, а есть продавец, который продает Бентли. Они оба продавца и оба профессионалы, но продавец Бентли получает гораздо больше деньги. То есть, он более лучший мастер своего дела. Есть продавцы и всякие инфо-цыгане, которые вообще хуету продают задорого. Они супер мастера своего дела, потому что они умеют продать то, чего даже нет. Вот поэтому есть такая тема, как мастер своего дела. То есть, ты на гитаре можешь выходить, играть, можешь бить по ней, и если тебе за это платят, ты профессионал, ты профессиональный гитарист. Но ты не являешься именно мастером своего дела, ты не являешься хорошим гитаристом. А вот чтобы стать хорошим, надо мастером быть. То есть, надо уже хорошо именно играть на гитаре. Можно также быть мастером своего дела, хорошим артистом. То есть ты классно выступаешь, люди тебя любят, неважно, как ты играешь, твой материал нравится. Можно быть хорошим композитором, мастером своего дела. То есть что угодно. Можно быть, если тебе за твои песни платят 100 рублей за песню, ты все равно профессиональный композитор. Просто хуевенький. А если тебе за песни платят миллион рублей, то ты уже хороший. И так далее. Я предлагаю формулу. И она достаточно, мне кажется, уникальна и справедливая. Он формулы просто не предлагает. Вот и все. Проблема с тем, что просто многие люди путают понятия. То есть они профессионалами называют мастеров своего дела. То есть тут просто ошибка в понятиях. Поэтому каждый раз, когда мы спорим... Так, ребята, мне что-то скайп пытается запустить. Сейчас я его выключу. Каждый раз, когда мы спорим, надо определяться с понятиями. Что, кто подразумевает. И вот как раз я у World of MP, у нашего однопальцевого коллеги, да, скажем так, я у него спрашиваю, говорю, ну тогда давай, скажи, если ты считаешь, там, кого-то профессионал, а кого-то нет, давай критерии профессионала. И он начинает мямлить вот эту хуйню, там, стадион собирать. Я ему говорю, если, то есть получается, если группа не собирается в стадион, значит они не профессионалы. Ну нет, ну тогда, блядь. Ну, то есть это вялый разговор ни о чем получился. Ладно, вы все видели как бы. Вот, кстати, Альфарион в чате, да. Сейчас МП тоже будет смотреть на стриме. А, ну окей. Так, привет, Альф, да, так, отлично. Мастер оф палец, да, мастер оф палец, нормальная тема. Граунд, ну там, эндорсер, ну, эндорсер, ну, и все такое. То есть, ну, такой комплекс огромный. Чтобы быть профессионалом, это не только хорошо надо уметь на гитаре, это еще тоже быть комплекс, и медийка, и все такое. Ну, у Гапона этого, ну, как, ну, медийка есть пока, что он как фрик, типа. Ну, и типа, то, что он там бабки зарабатывает на вот этих вот танцюльках, ну, такое себе, типа, блядь. Это не профессионализм. Хотя, ну, я признаю, что профессиональные музыканты тоже так бабки зарабатывают, понимаете? То есть, ну, вот это в плане профессионализма, это такая сложная очень тема. Ну, вот это просто какая-то каша в голове. Ну, это не профессионализм, но я согласен, что профессиональные так зарабатывают. Чего, блядь? Чего, блядь? То есть, ее можно много оспаривать, много доказывать. То есть, поэтому, типа, ну, у меня свое видение профессионала, у Гапона свое, типа. Понимаете? То есть, а Пеневайс пытается мне навязать, что я там тут. Нет, у тебя проблема в том, что у тебя нет своего видения. Вот у меня есть четкая формула, у тебя своего видения нет. Я тебя пытался спросить, какое твое видение? Ты мне Пукс Рейнг ничего не объяснил. Ну, блядь, ну я не то, что путаюсь, я просто еще, походу, дополнял какие-то критерии. Короче, вот, чтобы, значит, однопальцевый, я обращаюсь к тебе, значит, смотри, то, что ты смотришь на стриме, так, что у нас произошло? А, Сержио Рамирес только что подписался, рад видеть на канале, спасибо за подписочку. Так вот, ребята, да, кстати, нас смотрит, так, сейчас скажу, сколько нас смотрит, нас смотрит 38 человек, ребята, ставьте лайки, 11 лайков, все стоит, обязательно поставьте лайки и подписывайтесь на мой Бусти, там мы скоро будем, возможно, скоро, когда наберется 10 пилатных подписчиков, мы будем смотреть фильмец какой-нибудь, наверное, чебурашку, вот, так что давайте подписывайтесь на Бусти, там можно и бесплатно подписаться, тоже подписывайтесь бесплатно, в общем, в любом случае. Так вот, я даю тебе, как бы, Гапот дает задание, как бы, однопальцевому, смотри, вот видишь, какая получается путаница, ты до сих пор все равно ничего не понял, то есть, смотри, чтобы развить свою логику, первое, что нужно сделать тебе, четко, вот давай, в нашей движухе, четко определи свои критерии профессионального музыканта, что ты имеешь в виду под словом профессиональный музыкант, тебе нужно это сделать, тебе нужно выработать это критерий, нужно справиться, ты сможешь, я верю в тебя, справься с этим, поставь свои критерии, если тебя не устраивает мои, ты можешь мои принять, я считаю, мои критерии профессиональности охуенные, но если тебе не нравится, пожалуйста, вот сам, прям, надо самому сделать, как вот, знаешь, вот, если ты списываешь все время, ты, как бы, умным не станешь, надо, надо самому сделать хоть раз, вот хоть раз самому попытаться, так что давай, я надеюсь, у тебя получится. Димон, обратись с пальцу, чтобы он себе норм камеру купил или на диске обменял хотя бы, да, камера мне пофигу, мне, кстати, это не так важно, потому что, ну, нет четкой формы, кто такой профессиональный музыкант, вот давайте ради интереса, я сейчас сбью гугл, вот, что такое профессиональный музыкант, вот давайте, вот чисто вот в гугл обратимся, просто мне интересно, вот как гугл это, что такое. Дима, где мича? Я хз, кстати, странно, что его нет, причем, а, и донат от него вроде не был, да, донатов мне стримов, от мичи не было, я не знаю, но я же не слежу, как я могу, я же не знаю, где мича. Надеюсь, что у него все хорошо, и он подтянется на стрим. Профессия музыканта, мне кажется, что даже гугл не скажет. Профессия музыканта, кто такой музыкант, описание профессии. То есть, ну, это реально сложно, типа, вот написано, музыкант определяет именно профессиональный подход к музыке, но это понятие очень расплывчатая. Ну, короче, вот вы даже если забьют в гугл, то вы не получите внятности, потому что это очень такая же вырезная информация. Ну да, но если вы обратитесь к Гапону, он вам даст четкое определение, что такое профессиональный гитарист, профессиональный музыкант, и очень все четко и понятно. Тема такая расплывчатая, то есть нет каких-то гостов, стандартов. В некоторых кругах могут сказать, что профессиональный музыкант тот, у которого есть образование. То есть сложно, короче, сложно его очень комментировать. То есть нормальные люди понимают, что сложно найти какой-то один шаблон, чтобы мерить. Вот я всегда говорю, я не считаю себя профессиональным музыкантом. Ну, у кого есть образование, короче, я говорю, вся проблема, вся путаница в том, что люди путают профессионала и мастера своего дела. Если вы называете профессионалом просто человека, допустим, занимающегося музыкой, то есть если вы именно профессионалом называете мастера своего дела, то есть человек, который хорошо владеет инструментом, например, или типа того, то тогда нужно придумать, как бы, придумать название для тех, кто плохо владеет инструментом, плохо играет, но при этом зарабатывает деньги этим. То есть надо этих людей как-то назвать. То есть, вот Кирк Хэммит, он всю жизнь играет на гитаре и с помощью этого живет. Если он, например, но не профессионал, да, то как его назвать? То есть, ну как его назвать, если он не профессиональный гитарист? Типа шоумен, но он не просто, то есть у него есть конкретное шоуменство, то есть он играет именно на гитаре, то есть он не может выйти там, не знаю, там с пианино и на нем играть. Нет, ему никто не заплатит. Ему заплатят именно на игре на гитаре в Металлике. Поэтому я не знаю, я не знаю. Мне кажется, вот как раз поэтому мое определение, что вот профессионал это именно тот, кто зарабатывает своим делом, а мастер своего дела это насколько круто он этим владеет. По не причинам, потому что я особо этим денег не зарабатываю, как раз. Два, типа это не моя профессия, чтобы чисто ею работать. А вот и Мичи потянулся. Всем пламенный привет. Так что все хорошо. Дима, ты проверил в гугле, может он пиздит. Не, я не буду даже приветствовать. Я так и думаю, что люди над этим не думали и в гугле написана какая-то хуйня. По таким уже более глубоким вопросам в гугле нет ответов. Чаще всего. Так что... То есть в Википедии там обычно очень простые ответы. То есть самые поверхностные. Если что-то глубже копаешь, то уже ты не найдешь этого в Википедии, в гугле. И у меня навыки, ну реально, я профессиональный музыкант. Итак, спасибо за духоту. Переходим к делу. Как мы видим, наконец, после многочасовых реактов на эту тему. Дебатов в том числе на эту тему. Патефон догадался, что можно ведь прогуглить данный вопрос. Но не смог. Это вопрос настолько сложный, что даже гугл не может помочь в нем разобраться. Позиция Гапона такова. Раз зарабатываешь деньги музыкой, то ты профмузыкант. Точка. Позиция Патефона, бля. Ну вы слышали. Это некое непостижимое уму понятие, которое каждый понимает по-своему. Даже гугл не знает ответа на этот вопрос. В то же самое время, характеризуя себя как не профмузыканта, он находит критерии. То есть все в кучу. В его шизоголове профмузыкант. Это размазанное определение для каждого свое. И при этом, стоит Гапону назвать себя профмузыкантом. Как оказывается, что профмузыкант должен иметь эндорсмент или издаваться на пластинках, или еще хуй знает чего. Поэтому, ну, Бенивайз, типа, сам не разобрался, помню. Где он затрудняется, да, чуваки полные причины. Ну, я так, чтобы объяснил, почему он затрудняется, потому что это сложно. Даже гугл не дает. Можете проверить, что гугл вам не даст конкретики, бля. Кстати, можешь Альфаенон спросить у Бенивайза, где есть какой-то гост или шаблон по поводу требований и критерий к профессиональному музыканту. Ну, пускай поищет, типа. Мне очень интересно. Еще раз напомню, что нет ни одного общего шаблона. А если он есть, то пускай Бенивайз пуфанет. Ну, раз ты просишь. Переходим к уроку логики и прости богоматерь, гугление. Итак, Патефон объясняет тебе, как это делается. Допустим, ты не знаешь, что такое красный автомобиль. Для этого ты гуглишь слово автомобиль. Узнаешь. И это становится для тебя базой. Далее гуглишь слово красный. Узнаешь, что это. И в дальнейшем тебе не надо гуглить синий автомобиль, быстрый автомобиль, ржавый автомобиль. У тебя есть база, это автомобиль. А незнакомое слово, добавленное, ты гуглишь. Так принято, что понятия группируются по категориям. Например, цевета, транспорт, птички, пластинки, музыкальные группы. Если ты захочешь узнать, что такое пластинка металлики, то ты должен узнать, что такое пластинка и что такое металлика. И далее тебе не надо будет узнавать, что такое пластинка Джуда Сприст или Наташа Распутиной. И в случае с темой профессионализма у тебя проблема именно с базой. То, что... Да, да, смешно. Есть две основные версии термина профессионал. Первый, человек что-то хорошо делающий. Второй, человек зарабатывающий конкретной сферой деятельности на постоянной основе. Да, но понимаешь, это не совсем логично, потому что нужно разделить эти понятия. Потому что из-за этого и происходит путаница, видишь? То есть ты вот эти два понятия откуда взял? То есть... То есть если ты взял это из Википедии, например, определение, окей. Но видишь, из-за этого путаница и происходит. Поэтому надо одного из этих профессионалов как-то по-другому назвать. Поэтому мы называем первую версию профессионализма. Это мы называем мастер своего дела. Вот, да? А вторую версию так и остается. Человек зарабатывающий конкретной сферой деятельности на постоянной основе. То есть вот и все. Вторая версия более логичная последствия. Нет, просто смотри. Эти обе версии могут существовать как угодно. Но видите, вот я говорю, меня бесит, что люди занимаются какой-то хуйней, но даже язык в порядок не приведут. Да, вот такие всякие разногласия. То есть вот конкретно. Значит, надо четко определиться, что мы имеем в виду под словом профессионал. Не может быть два вот этих вот взаимоисключающих. То есть это не научное определение. Почему? Потому что оно исключает друг друга вот эти два определения. То есть смотри, если я зарабатываю своей профессиональной деятельностью, ну делаю это плохо, но я регулярно зарабатываю. Значит, получается, что я все-таки профессионал или нет? То есть я создаю утверждение, которое противоречит обеим этим как бы высказываниям. Поэтому надо одно из этих высказываний оставить, а одно заменить на другое слово, другое выражение. Я так и сделал. То есть второе. То есть профессионал – это человек, зарабатывающий конкретной сферой деятельности на постоянной основе. А мастер своего дела – это человек, который просто что-то хорошо делает. Вот и все. И не важно, там зарабатывает, он не зарабатывает, не важно. То есть Фред условно хороший гитарист, даже я бы так сказал, он профессиональный музыкант, но при этом он не работает в группе, нигде не зарабатывает. То есть он зарабатывает уроками, видеоблогом, чем угодно, но именно выступлениями и группой он не зарабатывает. Но при этом является мастером своего дела, то есть хорошо делает эту штуку. Но не является профессионалом, потому что этим не зарабатывает. А профессионалом он является в сфере обучения и в сфере видеоблога. Вот тут он является профессиональным видеоблогером, профессиональным преподавателем. Например, вот Однопальцевый, он, я не знаю, кстати, он и музыкант, он что-то же зарабатывает, поэтому он тоже профессиональный музыкант. Просто он зарабатывает там очень мало и так далее, но что-то есть. Значит, профессиональный музыкант, просто очень, ну такой слабенький профессионал. вот насчет его мастерового дела я не знаю насколько он хорошо играет на басу опять сомнений он не доказал не показал так что мы я сомневаюсь что он хорошо играет поэтому тут непонятно да это какая путаница есть музыка как хобби это что не приносит доходы это называется хобби если музыка приносит доход то ты профессионал имеющий ну да ну и вы видишь тут в чем спорта прочитает в определении дим тебя скорее всего можно отнести к специалисту в плане кавер музыки ну нет мы можем конечно и такие подразделения тогда там подразделение будет миллион кавер музыка металл музыка дед музыка латино музыка для кино музыка для саундтреков но это может тогда вообще там разграничить офигеть как в чем смысл зачем у тебя свое мнение на это всем насрать это не является доводом в споре если ты себя считаешь ангелом или табуретом то как бы по хую ты должен это обосновать если не обосновывая что ты типа просто дебил несущий хуйту и так вопрос на который google не знает ответа гуглим что такое профессионал и сразу же получаем определение человек сделавший определенное занятие дело своей профессии и так далее вот первый же пункт и батя в сраку делает гапона профессионалом если что вот что означает . запятой чтобы ты вдруг не подумал что это как знак плюса а то с тебя станется в общем не указано что должны соблюдаться все эти условия можем копнуть глубже чтобы у тебя уж вообще не осталось путей кроме как садиться в лужу разберем что такое профессионал по признакам и статьи не по твоей хуете из головы про то что нужен эндорсмент а блять по характеристикам от профессора гарвардского университета по пунктам прямо гапона прогоним погнали первое приверженность интересам потребителя и общества в целом да подходит кавер-группа работает в интересах потребителя второе наличие необходимых теоретических знаний да подходит да он же знает как в теории подключить гитару как взять аккорд 3 владение необходимыми для данной профессии навыками и приемами да подходит сам факт что он этим занимается да еще и годами говорит что его навыков достаточно 4 умение формулировать целостные суждения в условиях этической неопределенности тут не знаю умеет он или нет сложный пункт но пускай будет нет не подходит округлим в твою сторону это системный подход к больше вообще-то умею я как раз и формулирует целостные суждения в условиях неопределенности этической то есть я не знаю ну как бы то есть вот неопределенность у нас неопределенность чтобы профессионал да я ее как раз четко формулирую я даю свое определение и как бы его доказывать у себя я профессионалом за вот это мастером своего дела вот это и все обоснову доказываю поэтому этот пункт подходит так что принимаясь тут не надо как бы просто так то блять хейтить как бы неадекватно так что давай плюсик в мою пользу засчитываю в этом пункте не знаю обучался он системно или нет пропускаю это шестое в свое время ну как конечно системно обучался блять ну сколько я там и 6 лет концертов и всего с плохими дядьками естественно системно обучался там регулярно берешь гитару под метроном играешь вчера в 7 утра сидел и играл angel of dead вот этот просто под метроном сидел задрачивал эту хуйню полчаса в 7 утра просто поэтому конечно системно обучаюсь естественно так своевременная оплата своего труда именно оплата своего труда да однозначно седьмое участие в развитии профессионального сообщества отвечающего за качество практики и образования в конкретной профессиональной области сложный пункт нужно вникать что считать сообществом и так далее пропускаю это ну на самом деле развитие профессионального сообщества отвечающего за качество практики и образования в конкретной профессиональной области, ну, да, прям отвечающего за качество. То есть развитие профессионального сообщества я делаю, то есть мой YouTube-канал, по сути, развивает сообщество, то есть я всем рассказываю, как там делать кавера, ну, как играть в кавер-группе, что нужно, что не нужно, отвечая на вопросы, про гитару, про все, поэтому, по сути, да, но отвечаю ли я за качество этого образования и практики, ну, конечно же, нет. Не знаю, сложный, конечно, пункт, ладно, хрен себе. Итого, по всем понятным пунктам у Гапона получается, да, если пункты сложные приравнять к варианту нет, то все равно их меньше, так что Гапон профмузыкант. Гапон, кстати, за такое адвокатство мог бы и задонатить на пиво. Итак, я тебе показал, как нужно разбирать вопросы. Это бывает довольно легко, разбиваешь на части и гуглишь. Ну и вот тебе еще определение понятия музыкант. Поэтому Гапон музыкант и он профессионал. Это его профессия. Вот Фреда еще там можно назвать профессиональным гитаристом, потому что он там какие-то записывал демки, какие-то там эти для магазинов там обзоры педалей там. То есть у Фреда хотя бы есть какая-то деятельность, которая подтверждает, что он типа, ну, музыкант, типа профессиональный. У меня есть два альбома моей, его собственного материала. И есть три промо-ролика кавер-группы, которые я тоже записывал. Чем тебе не демка? Что за бред вообще? Эндорсинги. То есть вот Фреда можно назвать профессиональным музыкантом, хоть он у него куча там было этих, блядь, фейлов, но Фреда можно назвать, а Живона нет. Понимаете? Потому что Живона не такой широкий спектр, как говорится, услуг и бэкграунда, чтобы быть профессиональным музыкантом. Вот и все. Фред, кстати, не профмузыкант. Знаешь, кем тебя точно нельзя назвать? Умным, блядь. Вот это просто сто процентов. Как ты говоришь, именно в плане музыкант-исполнитель. Музыкант-сочинитель, но он профгитарный препод и профблогер, а гапон профмузыкант. От себя добавлю, как я понимаю, профчеловек или нет. Дело не в оплате, а в размерах оплаты. Можно за что угодно получить небольшие деньги. Например, я получаю иногда деньги с YouTube-канала, но мой основной заработок это музыка. Я профмузыкант и блогер-любитель. Фред профблогер, профпрепод. Гапон профмузыкант. Насчет блогинга не знаю. Ты не профблогер и не профмузыкант. Но с этим все. А теперь клубничка. Для тех, кто не в курсе, патефон-то ворвался в наше уютное гитарное сообщество. Гитар... Ну, нет, тут я не согласен. Как бы размер денег. Размер денег это надо как-то устанавливать. Как ты установишь чисто, как бы, философский размер. Размер... Вот от какого размера денег начинается профессионализм в профессии? Сколько? 30 тысяч рублей, блядь? 50? Или, может быть, 10? Что это за хуйня? Нет, просто... Какая разница? 10 рублей заработал? Профессионал. Просто профессионал вот такой вот хуёвый. Что 10 рублей. И, кстати, ребята, там была в определении очень важная вещь, что на регулярной основе. То есть тут еще, наверное, регулярность должна. Что только быть регулярность? Ну, наверное, не знаю, там... Тоже как-то нужно определять. Не меньше сколько раз. Но я бы не определял. То есть я... Сказал бы, то есть... Профессионал это значит вот, профессионал. Насколько хороший профессионал, пиздатый профессионал, хуёвый профессионал. Вот это зависит уровень твоего дохода. Зачем что-то еще выдумывать? То есть просто такая общая, обширная формула. Но если мы хотим какие-то ввести критерии, ну давайте их введем. То есть если, опять же, в споре, допустим, ты хочешь сказать... Вот Пеннивайз, допустим, скажет... Я считаю, что есть критерии размера платой. Ну хорошо, какие, блядь? Он скажет, ну нужно зарабатывать не меньше 30 тысяч рублей в месяц. Каждый месяц. Ты такой, ну окей, хорошо. То есть типа, тогда, значит, от этого отталкиваемся и смотрим, профессиональный ты там гитарист или нет, по критериям Пеннивайза. То есть с оговоркой, по критериям Пеннивайза. То есть пожалуйста. Но это надо все формулировать. Как бы проблема однопальцевого в том, что он не формулирует. То есть его спрашиваешь, ну давай критерии, мы сейчас по ним разберемся. В твоем... То есть в его понимании... То есть он сам не понимает, что значит профессиональный для него музыкант, гитарист. И он сам не понимает вообще, что он имеет в виду. Он просто ляпает слова. О, как классно. Вот этот мне нравится, это профессионал. Вот этот мне нравится, это непрофессионал. То есть он просто плывет. То есть у него каша в голове. То есть он не может даже сам понять, по своим понятиям, да, что такое профессиональный гитарист, что такое нет. соприкян то же самое же было соприкином блань он также я непрофессиональном музыкант тут я считаю там надо какие-то альбом записать я начинаю разъёбывать по этой хуйни и все он вроде такой ну ладно ладно замолчал и блять потом опять начинает я опять в тынку он я не voila milyon kова заебало что что значит профессиональный гитаристами профессиональный у дари музыкант он и он опять такой и опять это хуйню будет нести что я не считаю себя профессиональный музыкант. Сопрыкин записал там уже сколько, хуй знает, сколько альбомов, издавал их, продавал их, выступал на концертах, играет на гитаре, на стримах, поет песни под гитару, блядь. Говорит, я не музыкант профессиональный. Вообще не считаю себя музыкантом. Ты такой смотришь на эту хуйню и думаешь, блядь, что у вас с головой? Вы просто, блядь, реально мухоморов все объелись. Может, Сопрыкин тоже там этот микродозик мухоморов жрет? Просто я просто не в курсе. Я реально не знаю, что модно мухоморы пошло. Может, я просто не в курсе. Мухоморы стали есть, и поэтому отупели. Я просто, я хз. Я просто не в курсе. А что я говорю россияне? Не россияне, вообще во всем мире, блядь. Вот с Украины отупели, блядь. С России отупели, с Европы отупели, с Америки. Просто весь мир отупел, нет? Или он всегда был таким? Мы просто не замечали. Или что? В чем прикол-то? Дим, я там в чате выше базу выдал. Однопальцевый просто бы хотел зарабатывать, но не выходит. А профессионалам быть хочется, но не получается. Ну, возможно. Так, Александр там пишет, что он на этот же видос задонатил. Александр, придумай, что посмотреть. Можешь закинуть просто в минимальном донате любое видео, и я его как бы это, его посмотрим. Найди что-нибудь, что еще можно посмотреть. И мы посмотрим просто за ту сумму другое видео. Чтоб так было. Ну, или просто напиши. Напиши, это надо мне, чтобы я увидел и запомнил. Дим, однопальцевый мямлет про профессионал, не профессионал. Потому что он не научился играть, не смог свою хуйню продать, и жить на это. Однопальцевый просто завидно и обидно. Ну, наверное, не знаю. Мне кажется, он просто да, реально. Он просто не врубается. Что такое профессионал? И все. А самому себе признаться, что ты нахуй никому не нужен, тяжело. Ну, есть такое, да. Сопрыкин на кассетах или виниле издавался, кто знает. ХЗ, ни на чем он. Хотя он не, может, на чем-то издавался. Все были тупыми, только было тихо и не было видно. Ну, да, да, скорее всего, так и есть. Они не так тупые, а еще и мухоморы есть начинают. Ну, это же просто пиздец. Ладно, погнали дальше. Тома точно столько смешной и глухой, что даже не может снять рифы Шульдинера. Только такой юрец охуенный чел, который в труху всех рвет, но только что-то юрец, блядь, за 25 лет ели два альбома на шкряп каких-то, блядь, вот. И то он даже на диске ни один не вышел. И сегодня у нас будет очередная порция томатного кринжа. Томатная голова набралась смелости и душка, и что-то там пыталась гонять воздух в сторону нашего канала. Томатная шиза не перестает прогрессировать. У меня такое складывается впечатление, что эта шиза плавно переходит в какой-то аутизм. Чел прям заряжен разматывать по теме. Ну, ну, он как бы такой дерзкий, да. Это прикольно. То есть подача World of MP неплохая. Я как бы тут спорить не буду. То есть подача у него забавная. То есть он как бы такой, как бы разъебывает как бы дерзко. То есть если бы еще при этом были бы мысли нормальные, логичные, да, адекватные, то было бы неплохо, в принципе. А у него как бы, ну, не получилось. С мыслями не получилось, с логикой. Так, народ, накидайте лайков, а то смотрит 42 человека, а лайков мало. Да, ребят, накидывайте лайков, 45 человек уже смотрят. Так, сколько у нас лайков? Сейчас посмотрим. Лайков 22, ребята. Ну, что такое? Лайки это бесплатно. Как бы за топовый контент. Была же у Моисея Ржака, когда увидели, что питон реально на болванках своем узло нарезал и отправлял фанатам. Ну, видимо, чтобы не качать. Бля, смешная хуйня, конечно. Гапон, у тебя дисковые тормоза. Вроде да. Так, а вот сейчас будет реальный разъеб пальца, да? Ну, давайте смотреть. Я не смотрел специально этот видос, чтобы на стриме заценить. Бля, я тоже поржал с момента, что Фред даже на дисках ни разу не издал. Да это самая, блядь, это самая смешная хуйня, блядь. Это даже смешнее, чем одним пальцем играть-то басу. То есть реально, типа, о, на дисках не издался, пиздец. То есть там 90% сейчас артистов их просто в топку. Они не профессионалы и лохи. На дисках не издавались. Все, хуйня. Давайте дальше. Дима, на дебатах Пеннивайса однопальцевый на кого поставил? Ну, конечно, Пеннивайса его разъебет просто нахуй. Ясен хуй. Как бы тут... Да, просто, понимаешь, дело не в том, что Пеннивайс такой крутой, блядь, а дело в том, что просто однопальцевый... Понимаешь, знаешь, как я бы тебе сказал? Однопальцевый, он и без дебатов разъебывает сам себя. В принципе, если просто одного однопальцевого посадить и просто сказать ему, давай, все, вот вещай, а он, в принципе, так и делает на своем канале. Вот он садится один и на камеру вещает. И он говорит полную хуйню, который сам себя разъебывает. То есть, в принципе, чтобы однопальцево разъебать, даже вообще никто не нужен. Понимаешь? Ты можешь, может, чисто так для прикола, в оппонента ребенка посадить, который еще говорить не научился. Можешь просто собаку, какого-нибудь Мухтара, посадить напротив. И все равно он себя разъебет. То есть, даже не нужен никто. То есть, тут даже уметь не надо, ничего. То есть, ничего знает. Дима, сколько осталось смотреть? Ну, сколько, сколько. Минут пять еще. Я вот грудью на защиту металлистов. И вот, внимание. Вдруг выясняется, что этот защитник покупал у Фреда рекламу. И поглядите, как подобострастно он беседовал с Петровичем. Мне, говорит, плюс нравится твоя позиция. С удовольствием смотрю стримы. Можно оправдаться, что это был еще 2018 год. Но уже в 2020 году Патефон захотел купить у Петровича рекламу. Я обратился за подробностями и оказалось, что это не просто реклама, а реклама в умеет ли как раз туда, где Петрович обсирает чуваков. Наш герой совсем не брезговал взят за щеку. Упс. Просьба сначала послушать трек, потом ответить на вопросы. Сколько у тебя пар носков? Как часто меняешь носки? Было ли такое, что пришел на свиданку, а носки воняют? Так, конечно, повышать эту карму на 90 уровней. На 90 уровней же, да. Спасибо за донат. В порядке очереди все посмотрим. А пока продолжаем. Простите. А, вот. Да, то есть, и вот понимаете, и вот это все выясняется, какие люди лицемерные. Как они готовы. То есть просто, а я, ребята, я вам сразу сказал, когда я делал реакт на World of MP, вы помните, в самом начале видео, я еще толком реакт не посмотрел, я там 2 секунды и просто говорю, и он пиздобол. Вот он пиздобол. Его позиция, это пиздобольство. Он живет во лжи. Все, что происходит, все пиздобольство. И вот такой же пиздобол. То есть он говорит, я там за музыкантов, я там туда-сё, вот это. И просто вот, вот тут вот он просто, да. Но умеет ли, который он же, ой, Фред, не надо обсирать, это плохо обсирать, за внешний вид, за харизму, это очень плохо обсирать. И сам хочет, просто сам финансирует, поэтому, по сути, эту ролику, эту рубрику, сам там покупает рекламу, с Фредом миленько общается, ну, то есть пиздец. Причем со мной он общался дерзко, а с Фредом миленько. Охуенно, блядь. Просто, это пиздец, просто вот такие вот, вот лицемеры, вот, и, как бы, какой вес слова после этого, у этого человека, вот просто. Как вот, вот люди, вот сейчас они смотрят, на стриме World of MP, смотрят мой вот этот реакт. Я вот к вам обращаюсь, ребята, вот, зрители World of MP, дальше вы как будете, вот он вам будет еще что-то рассказывать. Вы как это будете вообще воспринимать, как вы будете этому верить? Ну, просто, ответьте мне, я ХЗ. Я хотел сказать, взять рекламу, автоматного шизика и пропиарить свой канал. Смотрите, как новоиспеченный Мухтар даже перенимает манеру общения Фреда. Используя выражение тотальный крах, такой симптом влюбленности и подражательства мы наблюдали у Сани Блинова. Добрый вечер, Юрий. Вы обо мне забыли. Ух, жесткое общение. Там патифон Юса еще и на интервью... Не, ну, Сани Блинова все-таки там, у него было все логично. То есть, у них, он топил до Фреда до последнего, а потом произошел какой-то конфликт, в котором замешаны другие люди и мы не знаем, что это произошло. И потом он начал его обсирать и начал жестко поменял позицию. Это нормально. А тут как бы получается все шатковалка, вот такое все лицемерное как бы... Звал. Кстати, Петрович попросил не разглашать сумму оплаты за рекламу, показываю только личностную характеристику. Ну и самое интересное. Уважаемый World of Mp Патифон очень обрадовался возможности попасть в ролик по разъебу Мастейна, ведь он то согласен с Фредом, хотя вот тут совсем недавно он говорил о харизме Мастейна. Вот когда ты смотришь, например, то у Мастейна именно молодого. У него же там нет ни бород, там нет никаких там этих шкур, ничего, но видно, что он брутальный чувак, понимаете? Ну то есть по нему вот видно, вот чувствуется именно по энергии, что он брутальный. Да, Мастейн в молодости харизматичный, но пропиариться за счет разъеба его это можно, это православно. World of Mp это музыкальный канал с обзорами на хард-рок и метал-группы, такие как Слэйр, Металлика, Антракс, Мегадет, Кэннибал Корпс, Дэд, Крейтор, Сепультура, Сектор Газа. На этом все. Такой вот у нас сегодня персонаж однозначно с девизом слабоумия и отвага, который не может даже в гугле найти простое понятие и разобраться в вопросе. Вместо этого просто наваливает рандомную чепуху. А я разобрал только одну из поднятых им с гапоном тем. Ну да, то есть можно посмотреть, ребята, у меня на канале шестичасовой реакт на его видео. То есть на его реакт на меня. И там я все подробнейшим образом разбираю, поэтому кому недостаточно, пожалуйста, проходите, смотрите и разбирайтесь. Дим, это тот реакт, который на 5,5 часов? Да-да-да, вот этот реакт огромный. Вот в нем смотрите и там все разбирается. Коми того, не гнушается переобуваться, не против был набрать популярность при помощи Фреда. Никаких принципов не было. Писал в лизаблюдской манере, знает, как воздействовать на человека с манией величия, да еще и платил. Ну а теперь не против набрать популярность уже обсирая Фреда. В принципе, норм. Так, ну и... Кстати, я хотел спросить, а ты, кстати, на басу можешь сыграть что-нибудь, кстати? Вот сейчас прям. Что с тебя сейчас нечем заниматься, подключать. Ну как бы, что там, подключать провод, воткнул, сыграл. Есть на канале плейтрухи, есть с репетицией, потому что ты же видишь, не слышишь, где живое, где фанера. Ну смотри, сейчас есть шанс показать, как ты играешь в живую. А мне, а зачем мне доказывать, если это все и так есть? Какой смысл? такой, что там, мы видели, что ты реально в живую сыграл плохо, а все остальное мы... А все остальное... А что ты видел в живую? Где ты видел в живую? Ну вот где-то там одним пальцем играл, короче. Вот. Пальцем поговорим, потому что ты настолько тупой, что ты даже не понимаешь, за чего это исчезает. А все остальное была фанера. А я тебе предлагаю сейчас... Смотри, вот у меня вот гитара, я могу сейчас что-нибудь сыграть. Вот прям на стрим в живую, чтобы было понятно, да? И что это тебе даст? Вот что тебе даст? Ну это даст, что все поймут, что вот я в живую, как я играю. То есть мой уровень. А будто на канале нет, короче, даже слышно контактов, где слышно живое. То есть это тоже недостаточно. Нет. Вот стрим, как бы, да? На стороне... То есть если ты сейчас возьмешь басуху и замочишь и охуенно рассыграешь, то мы скажем, бля, реально, чел, блядь, красавчик. А если... Хорошо, а кому мне это доказывать? Вот просто вопрос, вот кому? Зачем мне тебе что-то доказывать? Зачем? Ты кто такой, чтобы я тебе доказывал? Вот кто ты такой? Да никто! Чувак, который веселит быдлов Я человек с определенной аудиторией, который делал контент. Да красавчик, и моя аудитория не верит, что ты нормально сыграешь. Хорошо, чувак, докажи всей нашей аудитории, что ты не транс-женщина, а мужик. Покажи член. Ну, блядь... Чтоб мы все поняли, я же про это не стримлю, не спорю. А тут у нас спор про игру. Почему ты про отношения ролики делаешь? Ты же какие-то бабарабские ролики делаешь про отношения? Ну, это реакция. Я помню, ты посотел, как ты боженый. Но профессиональный музыкант делает ролики про женскую психологию. Ты что, лоб на все? Ну, ты понимаешь, что есть люди, которые мыслят во всех сферах? И я могу размышлять не только в узкой сфере гитар. Ты ничего не можешь. Ты можешь только на бутылке сидеть. Нет, вот ты можешь только глупое оскорбление кидать и нихуя не аргументировать. Я сразу сказал, что разговор не получится, логики ноль, ты просто, ну, блядь, ну, как объяснить? Ну, ничего не объяснишь. Мне задонатили, я пришел, чисто по рофли. Кроме этого, ты еще не можешь. Сыграть на басу не можешь, аргумент сказать не можешь. Давай, вот и все. Эпичная концовочка видоса. Музун пиздец, конечно. Эх, да.